Священное Писание привлекает человека к себе красотой, точностью, призывом и повелением и страхом, чтобы не просто считали, а исследовали. Когда я разговариваю с людьми, которые редко за ним бегают, они напираются в то, что непонятно. Я читаю, боюют одни, другие, ничего не понимаю. А какое отношение это к нам имеется? Потому что будут говорить не оставляйте внимания даже одной чверточки, одной капитуры. Все имеет такую великую силу, что то, что мы ценим, что изучаем, все вместе взяты, не стоит одной буквы Священного Писания. Вот сейчас это переберось в институты, какие существуют, учатся в память. Что есть на земле? Агрономические. А агрономия разделяется еще на много под отделов. Который имеет шиницу, сей, солью не разберется. Смотрите, вот в плантациях утонет. А что человек? Заканчивает медицинский по глазам, акулист, вот, начинает, вот, а отдельно какой-то другой орган изучает. Так вот все вместе взятое небо и земля исчезло, но ни одна черта не исчезло. Настолько прочное, точное, высчитано. Я в одной книге сделал почет и показал, сколько черточек, сколько точек в Священном Писании. И поэтому их не просто нужно считать, а исследовать. Если ты не знаешь, учись, ставь всегда четыре вопроса. Кто сказал? Когда? Кому? С какой целью? Сказал апостол Павел. Сказал во время Римской империи, расцвету ее. Во время, когда христианство вышло на арену до 64-го года, 66-го, время картины его. Сказал, что это церковь, значит, ко всем. И вот теперь помню, что Священное Писание обладает расширяющимся действием. Сказано было к титу, а относится не к нему только. А относится не к Тимофею. Да нет. Это относится ко всем лепископам, жившим тогда. И это не все. Это относится ко всем архиереям до сегодняшнего дня. Кроме того, оно имеет свойство сжиматься. Вселенский масштаб. И так явится Господь, и все перед Ним на Суть представлены. И вжимается на одной Вечности. Я сегодня умираю, упал с крыши, и я предстану перед Богом. Все это. Как его исследовать? Слово, смысл, как мы его применяем? Какой смысл вкладываем сегодня в это слово? Как Священное Писание в этих словах ведет человека? А стоит только одно. Довести человека до желаемой пристани, до Царствия Небесного. Вот работали, потели, старались. А это просто, чтобы он не только само было. И уже ни того народа, ни той живности, ни тех укусений, ничего нету. И по намасам готово-то было. Не надо забывать, что мы здесь в гостях. К современному языку говорят, когда-то срочные командировки. Я вот сейчас постоянно задумываюсь, если лет человек в 7, это мне 66 с вечным, мне 3 года осталось. Одно чувство страх. Как? Все кончилось. Весь песок просветился в песочнице, когда опрокидывает ее. Второе. Наконец-то я и буду всего этого. Сколько ни строю, ни конца никак не дострою. Все кончилось. Я ухожу. Господи, прости, я положил все на алтарь твое, что у меня было. Да, многим я не угодил, многим надоедал, пот оцеплял где-то. Простите меня ради Христа. Я хотел как лучше. И Господи это все рассчитывай. Там вечность. Этого ничего не надо. Земля остается здесь. Мы с твоей стороны только глянем, дыша выйдет. Неужели я был здесь? Сколько приходилось считать про людей, которые были в твенической смеси, адмирали. И душой было приказано. Вернуть я туда, а она не хотела. Не хочу. Не потому, что тело смердит, что оно больное. Бог исцеляет человека. А когда воскресает человека, то не с болячками, как правило. Земля. Это тяготение. Снова умирать нужно. Снова опять болеть, приближаться. Не хочу. Так поступают вечность и ежа. То есть где нет ни сон, ни печали, ни слез, ни воздыхания. На том, что здесь дети, дочери, сыновья, ты как любил. Все осталось здесь. Просто вот существования иные. Неземные. Это иное измерение. И нам в этой жизни, мы должны сегодня вживаться в тот образ, который мне надо создать. В кем я буду в совершенном веке. Уже надо теми категориями мыслить. Каждый день приближаться к этому. Ну, привыкли мы так думать. А надо разобраться. Я поставил себе задачу четыре евангелиста, пишущие о воскресении Христа. Пусть пристанут перед нами и расскажут. Что они хотели нам сказать? Почему они отрывали нас от этой жизни? Показывали что-то такое невыслимое чудо. Четыре дня на гробе и вдруг он воскресает. И воскресает в жизни, как уничтоженный человек, но как Бог совершенный. Как Заталут говорит. По седьмому насло встретил блока. Ах! Итак. Я думал, что я их уже закончил. Стал еще раз просматривать. И еще нашел несколько тем в Евангелии от Иоанна. Последние Евангелия. Двадцать первая глава, двадцать второй стих. И сегодня еще и двадцать третий стих постараюсь объяснить. Когда Петр был вызван Христом, как Иоанн Заталут скалкует на Сиренскую проповедь, он увидел Иоанна идущего сзади. Говорит, а вот что? Почему не вместе? Мы же все вместе. У нас общие планы и хозяйство общее. По нашим, так сказать, мы так дружим. Господь говорит, что тебе до того? Ты иди за Мною. Как будто бы грань отделила от этой своей жизни. Что тебе до того? И все это останется. Все эти замки, заборы, горы. Как будто никогда, никогда не нужны эти наши планы были. Все эти наши планы костюмов. Это все только для того, чтобы мы познали Христом, прославили Его. Чтобы во всем, что Бог нам даровал, мы увидели Его любящую ясницу. Как Он нас любит. Вот пойди по хозяйству, все посмотри. И за все, за все, вот благодаря Богу. Всюду угрожала смерть, всюду болезнь, страдания. А теперь это как-то освобождает меня. Больше времени, чтобы я начал перерождаться в тот образ. Вот задача-то какая. Что тебе до того? Ты иди за Мною. А как мои дети здесь, они еще не выросли, я их на ноги не патаю. Что тебе до того? Ты иди за Мною. Смерть, когда наступает. Что это до того? Глаза закрыли. Смертная чаша поднесет на кустах. Ты ее порожнишь. Обвозится Господь. Чем люди живы? Есть рассказ такой. Любовью. Любовью. У ней двойняшки. Мужа задолела. Березы любил не вовремя. А жена в оба помирает. И что теперь будет? А вот так Бог посмотрел все. И на ноги устали дети. Ангела Бог послал. Он забирает душу. Что тебе до того? Мы многим интересуемся. Изучаем. Накапливаем большой опыт. Начинаем заботиться о других. Это уже совершенство. Приближение к совершенству. Заботимся о наших ближних. Начинаем сострадать. Что развалилось такое государство. Сейчас прямо вопрос стоит о распаде России. Что Россия на отдельное княжество на области может распасть. И это очень легко. Чуть-чуть их оттолкнуть. Казахстан домой отошел. Казахстан выходит. Чечня вычленяется. До Красноярска хотят отдельно сделать. Новосибирск столицей. Мы плохое стоим перед этим сейчас. А что тебе до того? Да, что ты знаешь. И был такой пророк страшно любопытный. Он страдал. Моя любимая страна. Она в порабощении. Злые нервы не царствуют. Какая-то консанция. Какие-то людоеды. Сжирают, уничтожают. А берущим нет возможности жить. Храмы закрывают. И Господь ему говорит, что тебе до того нервы. Заботиться о себе. И о подобных, подобных тебе ищи спасения. Третий естер 8.51. Заботиться о своей душе. И о подобных тебе. Игнатий Кричининов говорит, когда ты видишь это нечестие, которое разрушает государство, разрушает семья. Ты не покусись его остановить рукой. Тебе не удастся. А он просто смесет тебя. Ты начни делать там, где ты есть. О себе, о своей душе. И о подобных тебе. Сколько вопросов правдных неразрешимых. И их тем больше, чем больше человек что-то знает. Вот у кого забота потеряете? Что будет дальше? А вы бы знали наши тайные беседы с батюшкой, когда мы говорим. И нам некоторые люди вопросы задают. А вас не будет. А что? Как будет дальше? Мы должны все это думать. А в конечном счете, что тебе до того? Ты ни за мной не был ее, может ее и не надо. Но нам было хорошо эти годы. Мы ходили в храм. Будем благодарны за это Господу. Сегодня в церкви совершается страшное разложение. Как будто бы нам поставлена задача. Недавно Солженицын по телевидению говорил. Выбрать самых дурных людей и посадить на нашу голову. Самых жадных, самых корыстных. С предательским духом. Кому не Родина, ничто не может отходить больше и убрать куда-то. Трусость и корысть. Я считал человека. Краснов Левикин, он шесть строков отсидел. За Слово Божьей истории. И он говорит. Но моя церковь больна трижды этой проказой. Корысть и трусость. И сколько я не боролся, сколько не говорил. Я нажил тысячи врагов и практически ничего не успел. В основном только месте в Москве батюшка вытащил церковный ящик и говорит. Это не просто церковь. Этот проклятый жид присосался к нам здесь. И тут же во дворе его сожгли. Даже церковь невозможно убрать. Даже русский язык весь не считает, что это же чтение. Я был здесь давно, а дальше мы ничего не могли сделать. И мне задают вопрос. Говорят. А где еще? Сколько у вас последователей? Только руками разведешь вы. Вы слышали же, видели, печатали, говорили, фильмы ставили. Кто? Как ты ищешь страну? Ну видите, кто приезжает? Какой казак? Какие это молоко у меня? Как будто ты ни на что не в себе человек. Реального-то ничего нету. А реально в том, чтобы ты оставался Христу. Что тебе до того, до чего? Ты покайся перед Богом. Прими его твоим Спасителем. Поверь, что умер за тебя. Все остальные радости, сладости, как бы и не были. Их просто не вспомялишь. Кроме того, что будет сокрушение об этом. Сегодня много говорят о мероточении икон. Вот это особая святость. Зарубежная церковь относилась к Игорской иконой Божьей Матери. И я читал, когда первые еще о ней были повествования. Повествования, согласно ли Бог, действительно, они с московской патриотией. То у нас икона мероточивая. С ней там Иосиф Муниос ездит по другим приходам. Потом, аааа, сегодня за 24 тысячи икон начали. Да как это уже устаревшие данные. Уже на сотни тысячи исчисляется. Ну и что? Да дело теперь делают так, твои ботинки будут мероточить. Все будет мероточить и благоухать. А нужно оттуда следовать договорству. Нам вникает в закон совершенный. И вникает в самого себя. Сегодня все. А патриарха и епископа нужно подвергать пересмотру. Правильно или неправильно? А это не неправильно. Скажи и помолись. Больше ты ничего не сделаешь. Мы патриархы никогда не выигрываем на правильный путь. Нам это не дано. Мы благодарны Богу за нашего епископа, что он оставил нас живыми. Да за эти надписи, за то, что Библия бежит. Это уже нас легко можно было сместить. Господь говорит и следует за мной. А куда-то нет. И мы должны прочитать путь. Он сходит и идет по земле. Куда он идет? Какие же вещи заходят? С кем дружбу водят? С чем он занимается? Какие тюра говорят? Следовать за Господом – это пройти его стопами. Сегодня, можем сказать, кровавыми стопами. Слезы за мной. Не у нас ты. Я постоянно подчеркиваю. Это антиевангельский путь. Христос нигде в затворе не был. Единственная попытка была в Чайков на Паворе. Построиться монастырек – Господь отверг это. Туда идти в бесновалку – беснуется мир. Давид говорит в Саум 26-3 стих. «Хотя бы восстала война, и Бог, душа моя, не уходится, когда она к Господу». Тогда будешь ты следовать и довериться Ему. В 4-й книге сад, 9-й глава, 15-й стих, говорится о том, как Бог пророчество приводит в действие. «Было сказано, но мотала я выведу домочащегося к стене». И наступил этот момент. Июля приближается к городу где два царя. Они посылают к нему навстречу посылить. И он посылает другого садника. И он говорит, как говорится, с миром ли? К нам бы кто ни приехал, мы сюда говорим, мир, с миром ли приветствуй. А он говорит, что это за мир? Следи за мной, что я буду дальше делать? Кто бы что нам ни говорил, если действительно мы дело Божие знаем, то мы человеку смело можем сказать, как и вы. Иди, сейчас будет великое дело делаться. Насыпает исполнение порочества. Мир кончился. Бог так положил, что что мы живем в один день, это все может быть разрушено. И вот тут же при нем уничтожали двух царей, израильского и иудейского. В стране сразу совершилась революция. Все фарфорки были уничтожены. Все фарф кабинеты сожжены, по-нашему сказать. Евангелие от Луки 4 глава 34 стих. Как говорится о злом духе, который встретился со Христом и кричал. Вот так, что тебе до нас, Иисус Мадерин? Ты пришел погубить нас? Знаю тебя, ты Святой Божий. Вот, что тебе до того, этот крик раздается от нечистой силы. Если мы свой адрес слышим, когда проповедуем, это означает, что слово наше имеет силу. Злой дух находил во Христе главного противника. Враг, окружающий, находят или нет? Тебе что до того? Кто бы вообще ни обращался, мы к каждому человеку можем сказать. Наша задача привести вас ко Христу. В Луки 4,9 я нахожу, когда Бог спрашивает Алина, где Аду. А Он отвечает, не знаю. Разве я скоро к брату моему? Человек, знающий Бога, никогда не может сказать, что безбожность. Почему некоторые братьев у нас не бывают? Взяли такую моду, в субботу не приходить. Ну и вы знаете, кого нет. Посмотрят, или он, или она, а то и его обоих нет. Ну ладно, где-то заболел уехал. Не по этому, а с первого года, с первого дня, как подъявили, взяли эту моду. Плотный зритель. Это не просто. Один ходил, другой не ходил. Разница большая. В первую очередь, ты не выразил как благодарный Сын. Ты не почтил день субботи, не почтил начало воскресного дня. Ты не услышал проповеди. Душа твоя здесь не отдохнула перед ликом Божьим. Постарайтесь этих людей найти. Побеседуйте с ними. Не скажите, ну а какая разница он живет здесь? Это отверг каима. Я пытался говорить, у меня не получилось. Люди под разными причинами. То в огороде тяпать, то ехать куда-то. Все. Будет конец, когда это будет отрезано. И человек совершил это внезапно. Нет, это не внезапно. Это постоянно. Постоянно. Когда наш канат подкачается и сказал, не крутите, дети крутились. Там страшно канат, как рука ползла. Наконец-то оторвало. Вот эта развертка все время нарушения правил приведет к обрыву. Это прямо пример. Я не просто вижу канат, я вижу связь с Господом. Да, в Крещении мы дали обещание. В Крещении мы облеглись в новую одежду. Но ты пренебрегаешь, в конце концов Господь посчитаешь. Ты оставил меня, говорит Господь. Поэтому я просто трону тебе руку и погуглю тебя. Я устал милую. Я тебя милую в одну, субботу, вторую, третью, в город. Ты только дальше и дальше ведешь. Я устал милую. Но Господь разве устает? Ну, выражение такое. Не вечный духом моего быть пренебрегаемым. Не скажи, что тебе за того. До этого дело есть. Кремль на 14 глава 12 стих. Апостол Павел говорит и так. Каждый из нас за себя дам отчет Богу. Вот этот отчет за себя и обращает мои пути. Господь говорит, что тебе того следует за мной? Это обращается. Зайди в дом, иди побеседуй. Не завтра, а сегодня. Побеседуй. Завтра мы решим вопрос о детях, о чем говорили. Мы заботимся, думаем, как это лучше сделать. И вы помолитесь, чтобы все это было сделано правильно и хорошо. Дети отцовные безнадзорно. Да, они купаются, бегают, катаются. Но они не получают наставления. А на дверь нас тут. Ты этого дочка уже после не привяжешь. Сера 18 глава 19 стих говорит. Прежде, нежели начнешь говорить, обдумывай. И прежде болезни заботься о себе. Это в том, что если ты пренебрегаешь службой, пренебрегаешь чтением Слова Божия, молитвой, общением с ближними, нет тебя на исферывании Слова Божия. Это болезнь. Прежде болезни заботься о себе. Этих призов вы только от меня слышали не два и не три. Я переполняю свои слова, что не оставляйте народ Божий, не оставляйте собрание вашего апостола Павла, как есть у некоторых обычаи. Это обычаи. Во время апостола Павла было. Это чужие люди уже. Они отошли. Не оставляйте. Это собрание еще не наше. Какое показательство? Это наше собрание. Свято-Алгимовская община. Постоянно одни и те же люди не приходят. Не потому, что мы без них помолиться не можем, а потому, что этот человек оторвался. Он с корабля уже вылез. Он уже в волнах. Мы кричим, а он не понимает. У него разум не в том направлении работает. Помолиться и сказать. Потерпеть, отец, помолиться и снова сказать. Итак, слово, которое мы прочитали, что Господь сказал Петру, что тебе до того, оно имеет не через все Священное Писание. Что тебе до того, на каждый день мы встречаем. А до того, что я рабочийся о Нем. Я люблю Его брата. Я хочу быть глушатым для Него. Я хочу быть поддерживающим Его. Потому, что Он член моей Церкви Святой Православной. Благословен Господь, даровавший нам. И сохранивший эту беседу разговор Христа с Петром. Аминь.